В этой лабораторной мы изучим пакеты сервиса DHCP и вообще работу сервиса DHCP. Но вначале мы посмотрим DHCP для IP версии 4. Теперь у нас изучение пакетов DHCP и получение навыков настройки службы DHCP. Наша задача настроить предварительно маршрутизатор, для этого мы должны логин пароль поменять, удалить имя системного пользователя стандартного, настроить интерфейс маршрутизации. Значит, поднять на маршрутизаторе DHCP сервис, на хосте получение DHCP и исследовать пакеты DHCP. Вот у нас такая простая сеть будет. То есть вот наш роутер с DHCP, ну коммутатор просто коммутатор, да, и наш PC. Значит, это у нас какие будут параметры в качестве сервера мы в iOS будем использовать и в качестве клиента встроенный эмулятор PC. Значит, мониторить трафик будем на интерфейсе PC самом. Ну и как у нас будет настройка происходить. Сначала мы образ в iOS настроим, залогинимся, установим, собственно, на диск, потому что в iOS идет в виде источника. Отконфигурируем его, значит, для хоста зададим. Юзернейм это вот то, что ваше имя по соглашению об именовании. Ну и доменное имя тоже по соглашению об именовании. Значит, заменим системного пользователя в iOS объем. Это для секьюрности, конечно, и своего пользователя поставим. Опять же, по вашему имени. Значит, потом настроим IP-адрес. DHCP поднимем. Значит, хост. Настроим на хосте, просто запросим DHCP минус D-опция, чтобы мы видели, как пакеты идут. И увидим, как он отконфигурился. Ну вот, и все, да? Так, давайте. Ну вот, запустим GNS. Вот. Допускается. Запустился. Так, давайте создадим новый проект. Назовем его DHCP. И давайте мы сейчас BIOS сюда поставим. Virtual PC. Назовем случайно. И switch. Так. Значит, switch у нас SV01. Это называем, как мы уже договорились, по имени. Я по своему имени задам. Так вот, и подключаем. Подключим. Вот, наверное, все. Запустим все это. Нет. PC запускать смысла нет. Пока маршрутизатор не сконфигурен. Так, консоль. Загрузится он. Войдем в систему. В iOS. В iOS. Значит, и теперь установим имидж. Full Image. S. Auto. SDA. S. Не забыть наврать. Ну, такая модель распространения. Сочником. Паспорт. Ну, давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Загрузчик ставим. Ну, все. Теперь ребут можно сделать. Сочником. Да. Я думаю three, четыре. Вдени band. О. IOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Все Значит, напоминаю, как это работает С помощью конфигуры мы переходим в конфигурационный режим У нас режим рабочий это доллар Режим конфигурации это диез Значит, ну, компера Можно посмотреть, что мы сделали Каждый изменение надо закомитить В конфиг и потом сохранить Ну и вот, собственно, все Теперь давайте зададим имя устройства И доменное имя Конфигура System HostName Значит HostName, да HostName Ну и теперь HostName По умолчанию IOS А у нас будет Ваше имя ГОНОЛЬНОЛЬНОЕ ГОНОЛЬНОЕ Значит, и доменное имя Это system Домейн Нейм Ваше имя Вот так Ну и теперь МП Это чтобы вы просто видели, что произошло Значит, закомитили Сейф Ну и можно посмотреть Run Это нам позволяет Запускать Команды Из Не Конфигурации То есть С просмотра Run Show Configuration Вот наша конфигурация Что у нас поменялось В IOS Пользователь есть В И Ж А вот Домейн Нейм Хост Нейм Вот он Вот он Ку Выйти Значит Дальше у нас Поменяем Пользователя Значит Мы сначала Заведем Нового Пользователя Это System Login User Вот пока В IOS Мы делаем Своего Пользователя Authentication Пароль Можно По ключу Можно По Криптованный Пароль Вставлять А мы Plaintext Все равно Он потом Закриптуется Видите У нас Переезжает На другую Строчку Потому Что у нас Вот тут Вот формально Подключение К Консольному Входу Он у нас Считает Что у нас Терминал 80 на 24 И на 80 И обрубает Соответственно Если вы Псх Будете Подключаться Вот Такого Эффекта Не будет Значит Давайте Еще Компера Посмотрим Вот у нас Добавился Пользователь Компет Сейф Ран Шоу Конфигурэйшн Вот у нас Есть И в Иос И Наш Пользователь С криптованным Паролем Значит Мы сейчас Выйдем Еще раз Выйдем И Залогинимся 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ну вот И теперь Мы Как По Секьюрности Мы должны Удалить Старого Пользователя Конфигура Удалить Систем Логин Юзер Пайпус Значит Компера Посмотрели Видите Удалился Этот Пользователь И Коммет Ну и Давайте Посмотрим Ран Шоу Конфигура Конфигура Так Пробелом Двигаю Наверное Так Вот Запустим Да Вот Пробел Значит Вот у нас Наш пользователь Остался А пользователя В iOS Нету Все Значит Ну и Что у нас Теперь Настройка Адреса Нашего IP адреса На маршрутиза На маршрутизаторе Set Значит Интерфейс Вот тут Какие интерфейсы Есть у нас Ethernet С0 Мы настраиваем Дальше у нас Адрес Мы хотели Настроить В принципе Можно И в кавычках Можно Без кавычек 10 0 1 24 Так Помнит Сейф Ну и дальше Мы Должны Задать Наш Сервер Значит Мы должны Задать Shared Network Name И В ней Задать Все остальное Давайте Мы Зададим Set Service DHCP Server Shared Network Name И мы По вашему Имени Опять же Сделали Значит Помнит Так А Говорит Мы не можем Ничего сделать Пока мы Subnet Subnet Не сделаем Этот Значит Вот смотрите Мы должны Subnet Сделать И Для Subnet Все Основные Параметры Значит Вот Можно такие Длинные Команды Задавать А можно С помощью Edit Перейти На Нужное Место В Дереве Интерфейса Интерфейс Ой не Интерфейс А Сервис DHCP Сервер Shared Name Вот так Вот Значит Нет Он Shared Name Вот Перешли Да Значит Что мы Теперь Сделаем Мы Добавим Name Service Ну Пусть Он Он же И будет Мы его Все равно Не Используем Дальше Мы Subnet Добавим Set Subnet 10 0 1 4 Почему 1 0 Вот так Subnet Добавили Мы Дальше Мы Subnet To Default Router Давайте Edit Subnet Set Default Router 10 0 0 1 Дальше Set Domain Domain Name По вашему имени Опять Set Domain Search В Domain Search Дальше Мы не одно имя А целый список Можем Имен Добавить По которым Искать Но пока Одно Добавим Что у нас Еще И Хосты Значит Set Range Имя Range Ну Назовем его Host Start Так Мы хотели Со второго По 253 Топ 10 00 253 Так Ну Фактически Мы Все Это Сделали Давайте Compare Посмотрим Ну Вот У нас Видите Добавилось Так Много Писали Так Мало Добавилось Ну Потому Что Сейчас Помет Save Давайте Выйдем На верхний Уровень Edit Уберем Вот видите Edit Сейчас Run Run Show Configure Configuration Ах Мы Экзит Совсем Вылетели Show Configuration Вот он Вот он DHCP Сервер Shared Network Name Server Ну и Все Параметры Так Show HCP HCP Сервер Статус Статистика Вот у нас У нас Сколько Хостов Сколько Отдано И Сколько Осталось Ну и Использование И Собственно Отданные Адреса Никакие адреса Не отданы Пока Значит Давайте мы VPC Запустим Так А консоль Забыли У него Запустим Так Show IP Ну вот Ничего Нету У нас И IP DHCP Минус D Чтобы Информация Шла Но Прежде чем Это сделать Мы Сюда Capture Поднимем Посмотрим Ну вот Все у нас Висит И Давайте Запустим Вот у нас Клиент Адрес И мы Значит Реквест Делаем Дискавер Вначале Потом Реквест И получили Информацию Вот у нас Информация В виде Опшенов Идет Опшен Опция Такая Это DHCP Сервер Это Насколько Дано Дан Адрес На Три дня Через Полтора Дня Он должен Перезапросить Это Маска Под сети Это Роутер Это DNS Сервер Это Домен Show IP Вот у нас Вся информация Появилась И пропингуем Вот у нас Пинг идет Давайте Посмотрим Что у нас Захват Вот у нас DHCP Вначале Дискавер Ищет DHCP Сервер Хост Нейм Посылаем Это Дискавер Ищем Сеть Это Идентификатор Значит Вот наш MAC Адрес Значит Опция Конец Все Конец И Добили Нулями Тут У нас ARP Срабатывает Это Независимо От DHCP Значит Вот DHCP Это Источник Видите У нас Источник Идет Отовсюду То есть У нас Нет Адреса Адреса И мы Шарковещательный Запрос Сдаем На 255 Значит И теперь У нас Пошло Ответ Фир Значит Что нам Предлагает Значит Бут П У нас Плаги Не поставлены Нам это Не нужно Люди Не кастовые Вот у нас 53 Опция Это Значит Афер И пошла 54 Опция Это DHCP Сервер Значит IP Адрес На Один День Это Не на Три Дня Это На Один День Да На Один День Максимальная Три Дня По-моему Да На Один День Это Маска Маска Да Роутер Первый Домейн Нейм Сервер Поиск Поиск Доменов То есть Вот у нас Домейн Нейм Собственно И Домейн Сёч Там Может быть Несколько Доменов В списке Ну и Всё Значит Это У нас ARP Влезает Значит Дальше Мы От Неполучившего Адреса Нашего Компьютера Опять Идёт Реквест Но Уже С заполненными Полями Дальше Нам DHCP Сервер Нам Уже Выдал Информацию Про Откаст И вот Теперь У нас Адрес 10.002 И пошло Вот это Пинги Мы Прогнали То есть Вот DHCP Закончился И мы Получили И IP Адрес И Все Дополнительные Параметры Которые Мы Настроили Естественно Параметров Может быть Больше Вот Клиент Адрес Параметров Естественно Может быть Больше И мы Больше Параметров Можем Настроить Ну вот Пожалуй И Все То есть Вот Мы Закончили Конфигурацию Нашего Нашей Сети Мы Можем Значит Мы Можем Наш Дамп Экспортировать И Элементы Дампа Ставить В отчет Ну И мы Снимаем Тут Захват И Завершаем На этом Этот Фрагмент Лаборатор Лабораторной Работы Лаборатор Лаборатор Субтитры создавал DimaTorzok